Привет, обидатели интернета и мобильных сетей, это Дройдер Шоу. Самое интересное из мира гаджетов, интернета и технологий за неделю. Спасибо нашим друзьям из surfingbird.ru поиск интересной всячины в интернете. На прошедшей неделе в Кремниевой долине случилась самая настоящая Санта-Барбара. Вы же наверняка знаете вот этого парня. Это же Сергей Бринс, основатель Google, да и просто хипстер в возрасте. Несколько дней назад он объявил о разводе с бизнес-вумен Энн Вожицки. Этого парня вы тоже наверняка знаете. Это Хьюго Бара, до недавнего времени главный по андроиду и вице-президент компании. А тут вдруг внезапно оказалось, что он решил уйти в китайскую фирму Xiaomi. А вот это юная леди Аманда Розенберг. Она тоже работает в Google маркетологом. Что же общего между этими людьми, кроме того, что все они трудятся на крупнейшую интернет-корпорацию в мире? Аманда и есть общая. Как стало известно, Сергей Брин ушел от жены именно к ней. Более того, раньше это была девушка Хьюго. Эх, Сергей, Сергей. Примечательно, что Аманда в последнее время занимается Google Glass. Именно она придумала хифсерский дизайн оправы для очков. Напомню, что Сергей Брин также много времени и сил уделяет этому проекту. Я бы ни за что не стал вдаваться в эти подробности уровня газеты жизни, если бы они не оказывали влияние на функционирование одной из крутейших компаний мира. Что касается Хьюго Бара и производителей Xiaomi. Конечно, однозначно утверждать, что поводом ухода из Google стала вот эта сентиментальная история, было бы как-то неправильно. Но, с другой стороны, выбор, сделанный одним из самых ярких IT-менеджеров мира, он как-то не очевиден. Xiaomi компания, бурно развивающаяся в Китае. Она известна тем, что производит смартфоны с топовыми характеристиками и очень низкой ценой. Хьюго займется тем, что будет продвигать бренд за пределами Поднебесной. В ближайшие пять лет мы будем наблюдать за победным шествием китайских производителей по миру. Просто потому, что у них слишком много денег, заработанных на внутреннем рынке. А это на минуточку полтора миллиарда, ну пусть не очень богатых пока, но потихоньку зарабатывающих какие-то деньги людей. И то, что в руководстве одного из будущих азиатских монстров будет стоять человек с адекватным европейским пониманием продукта, это, безусловно, хорошо. По некоторым слухам, на прошедшей неделе Москву упустили несколько топ-менеджеров. Apple чуть ли не во главе с самим Тимом Куком. Скорее всего, главная причина турнета говорится с крупными ритейлерами о продаже техники. С недавнего времени операторы Большой Тройки прекратили сотрудничество с Яблоком из-за слишком жестких условий. Излюбленная бизнес-модель Apple, когда айфон продается по низкой цене, но с двухгодичным контрактом, у нас как-то не очень работает, поэтому нужно придумывать что-то новое. Кроме этого, возможно, партнерам показали новые продукты. Хотя, согласен, что там еще про них не видели. Еще одна версия связана с тем, что в Москве готовят запуск живого магазина Apple Store. Но один приятный вывод сделать все-таки можно. Россия становится более приоритетной страной для Apple. И Тим Кук, в отличие от Стива Джобса, все-таки больше озабочен зарабатыванием денег здесь, чем насаживанием собственных правил. А лезть со своим уставом на российский рынок это дело, мягко говоря, не очень перспективное. А вот компания Sony на утечки не надеется. На днях японцы выложили на своем официальном канале ролик, в котором раскрыли практически все подробности дизайна нового флагмана. Аппарат, известный под названием Honami или Z1, получит 5-дюймовый Full HD дисплей, мощный процессор Snapdragon 800, а главное, 20-мегапиксельную камеру с сенсором 2.3. Как видно, концепция дизайна останется такой же, что и у Xperia Z. Будем надеяться, что в отличие от предшественника, новинка будет менее громоздкой. Также было бы неплохо, если бы, кроме этих предсказуемых характеристик, у японцев был бы заготовлен какой-нибудь козырь. В этот раз расскажу об еще одном инстаграм-клиенте для Windows Phone. Программка называется SixTag. Она поддерживает практически все функции официального приложения. Есть фильтры с оригинальными названиями и весьма похожими алгоритмами обработки фото. Синхронизация с другими соцсетями, в том числе ВКонтакте. И, конечно, режим просмотра ленты. Так что новые фотки кукусиков не пропустите. Также приложение умеет записывать видео и переключаться между фронтальной и основной камерами. И, в отличие от многих аналогов, у программки очень приятный дизайн. В общем, если вы хипстер и не стесняетесь, то у вас самое время попробовать SixTag, пока Инстаграм его не забанил. К тому же приложение бесплатное. Телепатия и телекинез уже не просто слова из фантастических фильмов. Не за горами то время, когда на расстоянии можно будет передавать не только мысли, но и управлять людьми и животными. И доказали возможность такого переворота двое сотрудников Университета Вашингтона. В своем эксперименте они с помощью двух шапочек с датчиками соединили свои мозги через интернет. И для передачи данных почему-то использовали Skype. Притом, одна шапочка оборудована сенсорами для снятия мозговых волн, а другая может воздействовать на те области мозга, которые отвечают за движение. В итоге, в эксперименте один человек мысленно нажимал на кнопку, запуская ракету в игре, а другой, не в виде экрана, нажимал пробел своей рукой. Точнее, не сам нажимал, а мозг давал команду руке, а та уже нажимала. Экспериментаторы говорят, что данная технология разрабатывается для передачи навыков в экстренных ситуациях от одного человека к другому. Например, пилоту при посадке. Но мы-то знаем, чем это может закончиться. А теперь окунемся в мир моды. Даже туда запустили свои щупальцы все проникающие технологии. Вот, например, взгляните на эти сережки. Концепт представила компания MJ McLaren. Сереги состоят из цепочек и небольших LCD-экранов, на которые можно вывести небольшие видеоролики или серию картинок. Внутри сережек спрятано по 2 гигабайта памяти, а изображение и видео предварительно закачиваются по USB. Никакого управления не предусмотрено. Гаджет сам будет воспроизводить все, что у него находится в памяти. Пока что проект не особо активно набирает деньги на сайте стартапов IndieGoGo. Видимо, девушки еще не готовы заменить свои брюлики на гаджеты. Продолжая тему моду, заглянем уже не в столь далекий 2021 год. Вот вы задумывались, как люди будут одеваться в будущем. По мнению японца Вернона Чена, человеку будет достаточно всего одной рубашки, которая подойдет для всех случаев. Будь это деловая встреча, вечеринка или просто посиделки с друзьями. Свой концепт он назвал Плексиус. Предполагается, что одежка будет сшита из ткани, состоящей из ячеек, которые будут менять свой цвет в зависимости от того, какой лук выберет владелец. Например, белая рубашка с галстуком или веселенькая футболка с рисунками. При этом будут меняться не только цвета, но и форма одежды. Конечно, пока это всего лишь очередная фантазия. Технологиям еще нужно расти и расти до такого уровня. Но идея-то клевая. И под конец кое-что более реальное и насущное. Всемогущая кнопка для планшетов и смартфонов. С переходом на сенсорные экраны смартфоны лишились практически всех кнопок. И далеко не все этому рады. Решение предложила группа разработчиков Nimrod Back из Нью-Йорка. Они создали кнопку, которая подойдет к любому современному смартфону на Android. В прессе подключается к разъему для наушников и с помощью специального приложения программируется для выполнения практически любых действий. Будь это отправка экстренного смс на выбранный номер, включение фонарика или выполнение снимка с помощью камеры. При желании даже можно настроить сразу несколько действий. На удержание, двойное нажатие или на другую комбинацию. Миниатюрное устройство будет стоить 17 долларов. И учитывая немалые сборы на Kickstarter, появится в продаже уже в ноябре. Но большим минусом, конечно же, будет отсутствие возможности подключить наушники, когда кнопка активирована. Подписывайтесь на наш канал, еще смотрите программу Цифра на канале Москва24. С вами были, как всегда, Валерий Испешев. И Борис Веденский. Внизу ссылка на нашу группу ВКонтакте. Нужно тоже в нее вступить. И до встречи в будущем. Практически все функции и...